Давайте продолжим. Когда мне было 22 года, я закончил военно-морское училище во Владивостоке. И был направлен, сам попросился на Черноморский флот. Никто не хотел туда ехать, но я, видимо, так намерзся за свою жизнь на Востоке, что на Дальнем Востоке, в Сибири, что меня тянуло на юг. В то время все хотели на Север служить, или на Камчатку, или на Дальний Восток, а я был прагматистом, и меня тянуло в тепло. Я попал на противолодочный катер, был помощником, молодым лейтенантом. И с первого дня прихода на корабль, служба проходила таким образом, что я в море, находясь в море постоянно, до 270 суток в году я пребывал в море. У нас был такой режим тогда. Такая служба у меня была. И в основном я разглядывал берег Ялта, Феодосия, Балаклава, Севастополь, Судак, Керчь, Черноморское побережье Кавказа, Туапсе, Геленджик. Вот эти все города я видел с моря. В бинокль мы наблюдали за тем, как люди купаются на пляже, находили девушек, чтобы посмотреть издалека. Я был молодой, холостой, неженатый. И вот среди нас лейтенантов тогда такой частенько разговор ходил, ну почему на пенсии надо выходить не молодым, а уже состарившимся. 45-50 лет, это страшные старики, мне тогда казались, конечно, и вот тогда на пенсии. Уже неинтересно, говорил я. Вот сейчас бы на пенсии, а потом бы уже поработать на старости лет. В Америке, если взять американские цифры, я недавно смотрел, только 10% людей доживают до 65-летнего возраста, когда уходят люди на пенсию там, и финансово обеспечены. Всего лишь 10%. Остальные 90% или умирают физически, это примерно 40%, не доживают 36%. У нас в России и в Украине гораздо больше процентов людей, не доживающих до пенсии, мужиков, я имею ввиду. И остальные просто прозябают на эти жалкие гроши, которые выплачивает им государство. А у нас тем более еще хуже, что я вам рассказываю. То есть само понятие пенсия, такое достаточно мифическое понятие. И если у тебя нет какого-то источника дохода, то большинство людей, которые, кстати, и не имеют этого дохода никакого, большинство людей заранее уже готовы работать и после того, когда выходят на пенсию. А если человек готов работать на пенсии, то он даже не осознает, на пенсии он или нет. А вопрос, а я на пенсии или нет? Ну а потом, а что делать человеку, когда он состарился на пенсии? Есть такая шутка, когда два пенсионера-старика один плохо видит, и он взял в компаньоны, чтобы играть в гольф, такого же пенсионера. И говорит, ты хорошо видишь? Он говорит, я вижу, как ясно. Ну тогда давай в гольф будем играть, а то я плохо вижу. Ну и он ударил, мячик улетел. Он спрашивает, ты видел, куда мячик улетел? Видел, а куда? А я забыл. Значит, у одного зрения нет, у другого слуха нет. Слуха, памяти нету, нифига. И что за радости в жизни? На велосипеде он не может, выпить он не может, познакомиться с девушкой он не способен, поехать в путешествие нельзя, потому что у него геморрой, сыплется песок. Нахрена такая жизнь? А люди ждут пенсии. Люди откладывают самое лучшее время на потом. Ну вот когда я вот отработаю, вот я вот сейчас меня повызду, вот сейчас я начальником отдела стану, вот сейчас меня назначат туда, вот я сейчас главным бухгалтером стану, вот я сейчас вот туда пробьюсь, вот туда же. Потом бац и все. 40% вообще не доживут до пенсии, остальные будут вынуждены работать. К чему я это все говорю? Таковы правила, так устроена жизнь. Люди учатся, потом работают и всегда оправдывают себя, что вот наступит пенсия. Вот когда она наступит, вот тогда мы поживем. Вранье, вранье, настоящее вранье, обман чистейшей воды. Есть одна единственная возможность. Просто осознать это сейчас. Что нету такого сладкого момента под названием пенсия. Для абсолютного большинства людей. Или есть пенсия, когда человек ничего не делает. Я недавно на кладбище в Севастополе встретил одного человека. Я гулял там с собакой, он стоит. И возле какой-то могилы стоит, заброшенный такой, где-то там в глуши, церк, этой самой, кладбище, где мало кто ходит. И я мимо прохожу, он ко мне обращается. Вот мой командир стоит, здесь лежит. Вот капитан третьего ранды такой-то. И остановил меня, он начал разговаривать. Он рассказал мне всю свою жизнь. Но такой пожилой человек, но я не знал, не думал, что ему 72 года. Ему 72 года, очень хорошо выглядит он. Достал сигарету, закурил, распоминался. Я говорю, и чем вы сейчас занимаетесь? Он говорит, я сейчас не работаю, я до 70 лет работал. В 65 ушел на пенсию, до 70 лет поработал и сказал, больше не буду. Я говорю, ну и что вы делаете? Ничего. Я говорю, ну как, что-то делаете? Ничего не делаю. Я говорю, ну как, ну что вы делаете? Ничего не делаю. Я говорю, ну а что вы делаете, чем вы занимаетесь? Он говорит, ну утром встану, почитаю газету. Ну иногда помоделирую, там вот иногда я модели делаю. Вот если бы я его не спросил, правда. Если бы его спросить, а есть у тебя возможность куда-нибудь поехать? Ты бывал в Милане, нет? Или где-нибудь на Ниагарском Бадападе? Или ты бывал в Китае? Нет? Не бывал. А есть у тебя такая возможность поехать, полететь? Есть у тебя машина хорошая, на которой ты мог бы попутешествовать? А ты ездишь на велосипеде? Есть у тебя роликовые коньки? А прыгал ли ты с парашютом? А есть у тебя дельтаплан? А что тебя еще интересует? Это страшная ошибка, думать, что я молодой, мне всего 35, мне сейчас надо пахать, 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 а потом я нифига подобного, извините за грубость. Ты уже имеешь право сейчас, сейчас пользоваться всеми благами жизни. У тебя сейчас должно быть полно свободного времени, не важно, когда ты проснулся, не важно, когда ты лег спать. Не важно, что ты решил на эти два дня просто поболтаться и ничего не делать. Я не к тому, чтобы лежать на диване и читать газеты. Нет. Нужно делать то, что ты считаешь, нужно делать то, что приносит тебе радость. Если ты увлечен своей работой, и твоя работа, это твое призвание, твое хобби, твое наслаждение, то, слава Богу, ты можешь заниматься своей работой. Ты никому не обязан отчитываться, ты ни перед кем не должен докладывать никому, куда ты пошел, когда ты придешь, сколько тебе денег получать, почему ты не явился вчера. Ты свободный человек. Но для того, чтобы это происходило, для того, чтобы ты мог заниматься тем, чем ты хочешь заниматься, уделять время своей семье, своей дочери. Я помню, был такой, да и он сейчас есть такой, Эдуард Рамхин, он рассказывал такую историю, президент компании Гербалайф, потрясал меня этот человек. Он рассказывал, я купил, он русский немец, уехал в Германию, там сделал президента, потом купил недвижимость в Англии, где-то там под Лондоном и там жил. И он говорит, я купил дом старинный, показывают фотографии дома такие, да, там когда-то жили кортизанки, вот значит, любовницы короля, в старые добрые времена, это где-то под Лондоном, значит. Кругом лужайки, кругом поля, кругом потрясающая природа, зайчики, лисички. И вот дом находится, один дом, неподалеку другой. И он говорит, с одной стороны живет банкир, а с другой телеведущая известная. А тут я. И мы играем, у него две девочки, играем с утра в крокет. Мы играем в крокет, а ему лет там до сорока. И вот мы с детьми, с дочерьми играем в крокет. А банкир поехал на работу, повезли его на машине. Телеведущая полетела с утра на работу, повезли ее, значит, на машине. И они все смотрят, что это за странный русский, который ничего не делает, живет в таком престижном районе и все время играет с детьми в крокет, кормит кроликов, лисичек и так далее. Кто этот человек, который отдает все свое свободное время семье? А это просто дистрибьютор сетевой компании известной. Просто обыкновенный. Он раньше продавал таблетки для похудения. Да и сейчас продолжает это делать. И при этом получает, ну, как минимум, пятизначные цифры растущего дохода. Если вы правильно выбрали компанию, если вы правильно выбрали стратегию, если вы правильно поняли здесь в голове, что в 28 лет, в 32 года, в 50, в 46, неважно, когда вы начали, вы имеете право вдруг освободиться от всяких дел и жить в свое собственное наслаждение. Пенсия. Какой-то великий человек сказал такую фразу. Еще никто не сказал, находясь на смертном Андре, что как жалко, что я так мало времени провел на своей поганой работе. Все говорят о другом на смертном Андре. Как мало времени я уделил своей семье. Как жаль, что я не рисовал, что я не прыгнул с парашютом. Как жаль, что я не перелюбил всех женщин. Как жаль, что я не попробовал это, не побывал там. А то, что я сидел в своей бухгалтере и ел из баночки котлетов с принесенной двумя картофельными и двумя редисками, день за днем, день за днем, день за днем и взращивал свой геморрой за жалкую зарплату. Это все признают. Хотите геморрой, хотите такую поганую жизнь, работайте по полной программе, ждите своей несчастной пенсии. И имейте в виду, что когда вас выгонят на пенсию, то зарплаты не будет, а пенсии будет гораздо меньше. Если вы сейчас с концами сводите, то и завтра это будет. Нужно со страшной силой браться за дело, которое может позволить тебе иметь стабильный, хотя бы постоянный доход, не растущий уже. А если растущий, то это высший класс. Для этого компания должна быть правильная, которая пришла навсегда, на века. И это будет путь тяжелый. Это не будет легко и быстро. Раз, 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 раз в бинаре настроил себе какой-нибудь фигни. За такое эксклюзивное времяпрепровождение в свободе нужно эксклюзивно поработать. До свидания. Продолжение следует...